Воронежская военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина в эти дни празднует 95-летие со дня основания. Один из крупнейших вузов страны, где готовят специалистов для воздушно-космических войск. От авиационных техников до пилотов самолетов, вертолетов и командного состава. Репортаж Сергея Пономарева. На аэродроме с инструкторами они проводят по несколько часов в день. Практические занятия будущих военных авиатехников занимают большую часть времени. Курсантов учат подвешивать боекомплект, заправлять самолет топливом, азотом, кислородом и, самое главное, тщательно проводить предполетный осмотр. После каждой посадки техника осматривает наличие термосвидетелей, пережал ли летчик тормоза или нет. Если термосвидетели выплавились, нужно проверить наличие тормозных дисков. Здесь учат быть внимательными к мелочам, проверять каждый винт на фюзеляже самолета. Преподаватели просят никогда не забывать. Цена ошибки здесь очень высока. Моя специальность связана с жизнью людей. Это очень ответственное дело. Как подготовишь самолет к полету, как осматриваешь его, когда будет по вторному полету, после полетной подготовки. Это все зависит от нас. Именно инженерное направление здесь основное. Ежегодно поступить сюда мечтают тысячи абитуриентов, но в ряды курсантов попадают только лучшие из лучших. В среднем в этом году конкурс в вузы Министерства обороны составил 3,5 человека на место. В отдельные вузы, в том числе и на отдельной специальности нашей военно-воздушной академии, конкурс достигал 10-12 человек на место. Этот авиационный вуз старейший в стране. Он правоприемник Московской военно-воздушной инженерной академии, которая была основана в 1920 году. В свое время ее оканчивали все советские космонавты, в их числе и Юрий Гагарин. Сколько вообще героев? 897 человек в Академии Жуковского. Герои Советского Союза и герои Российской Федерации. Герои в Российской Федерации 52 человека. Особое внимание здесь всегда уделялось научной деятельности. Вот и сейчас на базе Академии сформирована специальная рота. Ее солдаты уже запатентовали несколько разработок. Одна из последних — новейший блок наведения ракетных боеголовок. Он позволяет увеличить их точность, если противник создает помехи. Вероятность поражения цели с данным блоком, уже модернизированной головки, достигает 80%. Что, опять же, заметно выше, чем если бы мы использовали без данного блока. И в учебном процессе здесь стараются применять передовые технологии. К примеру, воспитанники кадетской школы изучают химию и физику по 3D-моделям. Пилоты, проходящие курсы повышения квалификации, вовсе могут сесть за штурвал самолета или вертолета, не выходя за пределы Академгородка. Отработкой навыков полета слушатели Академии занимаются не только на аэродромах. Один из учебных корпусов оборудован специальными тренажерами. С виду это обычные кабины самолетов и вертолетов. Однако внутри происходит полная имитация полета. Вот работают все системы вокруг кабины. Панорамный экран. Сейчас пилот взлетает над побережьем Черного моря. 95-летие вуза здесь будут отмечать не один день. Помимо традиционных торжественных построений и концерта, запланирован ряд научных конференций. В Воронеже ждут выпускников Академии, чтобы обсудить пути развития военной авиации. Сергей Пономарев, Антон Ефремов, Василий Филаретов. Первый канал. Воронеж.